Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди всех онкологических заболеваний. С каждым годом он только молодеет. Сейчас обнаружение его у 25-летних девушек, увы, уже никого не удивляет. Но регулярное прохождение диспансеризации и УЗИ молочных желез позволяют выявить онкологию на самых ранних стадиях. Алгоритм обследования и посещения гинеколога с 20 лет раз в год, с 30 лет осмотр гинеколога УЗИ молочных желез раз в год, с 35 лет, если есть отягощенный семейный анамнез, УЗИ плюс маммография, а с 40 лет маммография УЗИ раз в два года, с 50 лет уже ежегодно. В дополнение к этому врачи рекомендуют каждый месяц проводить самообследование. Делать это следует не кончиками пальцев, а подушечками. С 7 по 10 день менструального цикла ежемесячно женщина проводит самообследование сначала стоя, визуально осматривает молочные железы, осматривает кожу, осматривает состояние кожи, состояние сосков, выделения. Второй этап самообследования – это пальпация стоя, а третий этап – пальпация лежа. Локальные образования, которые мы пальпируем, прям как отдельное образование, оно более плотное, оно слабоподвижное, может иметь неидеальную круглую форму, бугристую. С этим, конечно, нужно обращаться к врачу. Причины развития онкологии для медиков до сих пор загадка, но есть ряд факторов, увеличивающих риски. Среди них наследственность и проведенное ЭКО. Женщина считает, если у нее началась менопауза, то все. К гинекологу ходить не нужно, в молочных железах уже ничего не будет, а, к сожалению, нет. К гинекологу мы ходим раз в год. Молочные железы мы также осматриваем раз в год и проходим плановую маммографию, потому что все в зоне риска. Более трех с половиной тысяч человек наблюдается сейчас у видновских онкологов. Среди них около тысячи с диагнозом рак груди. Кстати, болеют им и мужчины, так что ухо востро нужно держать и им. Ведь вовремя обнаруженная онкология уже 50% успеха. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова